Пасха – самый светлый праздник в церковном календаре. И самые торжественные богослужения проходят именно в ночь Светлого Воскресения. Наш корреспондент побывал в Свято-Успенском храме. Пасху называют торжеством торжеств, когда души людей наполняются светлой радостью о воскресении Спасителя. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения. К праздничным торжествам благодатный огонь, который, согласно верованиям православных христиан, ежегодно чудесным образом сходит в храме гроба Господня в Иерусалиме, доставили специальным рейсом из Израиля. В краевой столице его встречали священнослужители в сопровождении казаков. «С праздником! Нам так в жизни мало таких фактов, явлений, когда вот синицу хочется в руках зажать и понять, вот правда, вот Господь нам даёт одно из немногих таких явнейших уверений, что жив Господь, действует, сходит, приходит к нам Его милость и благодать». Он ежегодно возгорается в канун Пасхи, символизируя нерукотворный свет воскресения Христова. Благодатный огонь бережно доставлялся посланниками в приходы. И вот почти к полуночи божественный огонь прибыл в Свято-Успенский храм, где его ждали сотни людей. Настоятель Свято-Успенского храма, отец Николай, раздаёт благодатный огонь прихожанам, и церковь наполняется множеством огоньков. Пасхальные богослужения особенно торжественны. Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, – это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне колокола. Впереди несут фонарь, за ним запрестольный крест, образ Божьей Матери, Евангелие, икону Воскресения. Крестный ход завершается, и храм вновь наполняется людьми, и опять под сводом звучит. Христос воскресе! Боисти на воскресе! Христос воскресе! Боисти на воскресе! Православные говорят, что лучший способ быть с Христом в его страдании и воскресении – это посетить богослужения. Если не ночное пасхальное, то одно из тех, что происходит в течение следующей недели. Как правило, люди, приходящие в храм, наполняются радостью, и каждый из них просит у Бога о своём. Чтобы никто не ссорился в семье, всем добра. Всего хорошего, чтобы у всех всё было замечательно. Пока идёт служба в храме, казаки вместе с сотрудниками полиции охраняют правопорядок на территории церкви. Накануне Пасхи в церковь приносят светить куличи и яйца. Конечно, целая корзина на всех. Традиция печь куличи и красить яйца объясняется простым желанием украсить свой стол после поста, сделать первую трапезу более праздничной. Есть красивое церковное предание, когда Мария Магдалина пришла к римскому императору и проповедовала ему о воскресшем Христе. Император усомнился в правдивости её рассказа и сказал, что это не может быть правдой, как не может куриное яйцо, лежащее в корзине, стать красным. И тогда, по молитвам Марии, яйцо на глазах императора приобрело красный цвет. Пасхальные богослужения завершаются под утро. И этим восклицанием православные сообщают радостную весть, приветствуя друг друга. Наталья Пугачёва, Сергей Севастьянов. События и люди.